Adobe добавила в Photoshop функции и сервиса Firefly. Выпущена техническая демонстрация Unreal Engine 5.2 «Горящий лес». Высокопроизводительный и надежный ноутбук для геймеров. Компания Century представила робота-гуманоида Phoenix с искусственным интеллектом. Всем привет, друзья! С вами Яркачер, это Asus Live, новости IT, технологии, железо и, конечно же, самая актуальная и свежая информация про наши инновационные продукты. Всем приятного просмотра, погнали! Компания Adobe представила новый инструмент для редактирования изображений в Photoshop – Generative Fill. С его помощью пользователи могут легко добавлять или удалять любые объекты, просто вводя текстовые команды, но только на английском языке. Generative Fill работает на основе искусственного интеллекта и использует технологию генеративных моделей Adobe Firefly. Он способен анализировать контекст изображения и заполнять пустые или нежелательные области подходящими деталями. Пока что Generative Fill доступен только в бета-версии Photoshop для подписчиков Creative Cloud или пользователей пробной версии. Однако, Adobe также предлагает попробовать эту функцию в онлайн-режиме через новый модуль в бета-версии Firefly. Adobe утверждает, что Firefly предназначен для создания изображений, которые можно использовать в коммерческих целях без нарушения авторских прав. Для этого Firefly обучен на основе сотен миллионов лицензированных фотографий высокого качества от Adobe Stock, которые не содержат интеллектуальную собственность других пользователей или брендов. Mavi United выпустила совершенно новую потрясающую техническую демонстрацию движка Unreal Engine 5.2, которую пользователи ПК могут загрузить уже прямо сейчас. Эта техническая демонстрация представляет собой процедурно выжженный лес площадью 2 квадратных километра, по которому пользователи могут свободно перемещаться. По словам команды, эта техническая демонстрация в полной мере использует технологии Unreal Engine 5, Lumen и Nanit. Весь лес площадью 2 квадратных километра состоит из миллиардов нанитовых треугольников, состоящих из сканированных с помощью фотограмметрии деревьев, растений, камней, обломков и прочего. Подобно предыдущим техническим демонстрациям, эта новая демонстрирует предел возможности оборудования текущего поколения. Друзья, сегодня я расскажу вам про высокопроизводительный, надежный ноутбук для геймеров. Встречайте, Asus Tough Gaming F15 2023 года. В основе аппаратной конфигурации устройства процессор Intel Core i9 13-го поколения, видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060, до 32 гигабайт оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель емкостью до 2 терабайт. Благодаря Nvidia Advanced Optimus ноутбук может автоматически направлять кадры с дискретного графического процессора непосредственно на дисплей с помощью мультиплексора, минуя встроенную графику. Этот способ повышает производительность на 5-10% по сравнению с ноутбуками без мультиплексора, гарантируя, что вы получите абсолютно лучший игровой опыт. И все это без необходимости нажатия клавиши переключения. Это автоматическое переключение также экономит время автономной работы вашего устройства. Что бы вы ни делали, ваш компьютер сам переключится в наиболее оптимизированный режим. Для максимального погружения в атмосферу любимых игр это устройство оснащено великолепным дисплеем с разрешением Quad HD и частотой обновления 165 Гц, заключенным в очень узкую рамку. Этот ноутбук оснащается системой охлаждения с 84-мя лопастными вентиляторами конструкции Airflow, 5-ю тепловыми трубками и 4-мя вентиляционными выходами для эффективного выведения горячего воздуха из корпуса наружу. Аккумулятор емкостью 90 Вт-часов в паре с энергоэффективными процессорами Intel Core 13-го поколения обеспечивает достаточную мощность для многочасового просмотра веб-страниц и воспроизведения видео. А технология быстрой зарядки обеспечивает 50% заряд устройства всего за 30 минут. Чтобы заслужить название Tough Gaming, ноутбуки должны успешно выдержать строгие тесты военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H. Тестируемое устройство подвергается воздействию падений, вибрацией, повышенной влажности и экстремальным температурам для обеспечения надежности. Ноутбук Tough Gaming F15 не подведет вас даже в самых суровых условиях. Более подробную информацию о ноутбуке ASUS Tough Gaming F15 вы можете узнать на нашем сайте. Канадская компания Sanctuary AI презентовала робота-гуманоида Phoenix с первым в мире человекоподобным интеллектом общего назначения. Sanctuary ранее разработала верхнюю часть робота-гуманоида. Ее представили в марте в магазине Canadian Tire Corporation, где робот смог выполнить 110 задач, связанных с розничной торговлей, включая сбор, упаковку, очистку, маркировку, складывание товара и многое другое. Компания обучает роботов на основе концепции, разработанной в Kindred. Первой компанией-соучредителем Sanctuary – Сюзанны Гилберт. В ходе обучения человек-оператор в гарнитуре виртуальной реальности подключается к установке для захвата движения, видя то, что робот видит через свои системы камер, и чувствует то, что он чувствует через свои датчики. Оператор управляет гуманоидом, а в это время система искусственного интеллекта учится движением. По мере того, как искусственный интеллект идентифицирует модели движения, он начинает создавать набор действий, связанных с конкретной задачей. Однако, исходя из демонстрационных видео, неясно, работает ли технология обучения в Sanctuary автономно или через телеприсутствие. Сама компания не отрицает, что в большинстве видеороликов роботы управляются человеком. Робот Phoenix высотой 170 см и весом 70 кг может нести полезную нагрузку до 25 кг. Его руки получили 20 степеней свободы и оснащены тактильными технологиями, которые позволяют имитировать осязание. Гуманоид работает на когнитивной архитектуре и программной платформе под названием Carbon, которая не только включает в себя пилотируемое обучение с подкреплением, но и большую языковую модель. Поэтому в конечном итоге робот сможет общаться. ChatGPT используется, чтобы формулировать инструкции на естественном языке. Sanctuary заявляет, что Carbon позволяет Phoenix думать и действовать, чтобы выполнять задачи как человек, вкупе с планированием. Однако робот пока не умеет ходить. У него есть ноги, но Sanctuary установила гуманоида на колесную платформу и пока не собирается модифицировать его. Phoenix может катиться с максимальной скоростью 4,8 км в час. На сегодня это все. Я с вами не прощаюсь. Говорю до новых встреч. Спасибо за просмотр. С вами был я, Аркачер. Это Asus Live. Следите за нашими новостями. Будьте с нами. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok